Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на долгожданной торговой сессии вторника, когда вся общественность, хотя бы немного близко к финансовым рынкам, следят за ходом переговоров в британском кабинете министров, так называемом голосовании о Брекзите, которое ранее было согласовано уже премьер-министром Терезой Мэй с Европейским Союзом. Мы все прекрасно понимаем, что этого мало, нужно, чтобы сделку одобрил еще и британский парламент. Так вот, сегодня это событие станет ключевым, основным, и я уже делал ранее предположение о том, что даже если бы мы и хотели переоценить значимость этого фундамента, у нас бы вряд ли что-то вышло. Я уверен в том, что это событие не только важнейшее в рамках текущей торговой сессии, может быть, это событие номер один за последние месяцы. Ну, конечно же, по факту все будет видно уже, как отреагирует британская валюта, как отреагирует британский фондовый рынок, что произойдет с евро и с прочими финансовыми инструментами, за которыми мы следим. Но сегодня, друзья, начну я прям с такого напутствия, будьте, пожалуйста, крайне бдительны, внимательны, не оставляйте сделки без вашего контроля. Заранее осознайте то, что движения, которые сегодня могут пойти по британцу прежде всего, это движения, которые выведут наше восприятие вратильности на какой-то новый уровень, потому что это самый настоящий экономический форс-мажор с такими же форс-мажорными последствиями. Кстати, о последствиях жесткого брэкзита, о которых я говорил уже не раз, тоже нужно помнить. Те скептики, которые ставят, скептики, скажем так, тире-реалисты, ставят на то, что эту сделку все-таки не смогут протащить через парламент, то есть соглашение о брэкзите, отмечают то, что прямо сегодня для английской экономики начнутся новые времена постепенного погружения в полноценный финансово-экономический кризис тире-экономическую катастрофу. Я считаю также, что это не является привлечением, это констатация реальной экономической действительности, потому что без европейского рынка, точнее без доступа к единому европейскому рынку, будущим автономным государством, в Англии попросту не справится. Поэтому, друзья, еще раз повторяю, сегодня центральное событие – это голосование в палате общин по соглашению о брэкзите. Мы ждем это событие чуть позже, в рамках торгового дня. Мы уверены, что уже сейчас можно готовиться к каким-то периодическим всплескам волатильности на площадках, да и в принципе мы уже можем убедиться в том, что активы начинают ходить. Что касается текущего экономического календаря, сегодняшней торговой сессии, то выделить, наверное, больше и нечего, и не нужно. Я предлагаю сфокусироваться только на ходе голосования относительно Брэкзита в парламенте, и прочий фундамент, даже если он и будет поступать, оставить несколько в стороне, потому что сегодня нас интересует как раз только вот это британское политико-экономическое событие. Давайте чуть подробнее разберемся с тем, с чем мы подошли собственно к этому политическому процессу по нефтянке. Распродажи продолжаются второй день подряд, сейчас котировки 59,67. Почему нет снижается? Возможно, это все следствие отголоски общего неприятия инвесторами риска. Разумеется, нефть тоже относится к рисковым инструментам. Уверен, что настроения повлияли вытручающие данные по внешней торговле Китая. Также участники рынка, спекулирующие нефтью, сейчас следят так же, как и все прочие трейдеры за именно этим процессом голосования в британском кабинете министров. Сейчас объясню, чем это связано. Почему я выделил китайскую статистику? Да потому что Китай у нас, как ни крути, это традиционный индикатор состояния глобального экономического восстановления. Поэтому каждый раз, когда мы получаем слабые цифры по внешней торговле, кстати, экспорт просел впервые за последние два года. На фоне слабых дамок мы понимаем, что они сразу же являются базой для появления новых опасений за, собственно, мировой экономический рост и, соответственно, за спрос на углеводороды. Вчера еще один отчет, только уже из еврозоны, стал очередным доказательством того, что все ключевые рынки, регионы, за которыми мы следили в последнее время, переживают не самая лучшая времена промышленного производства по еврозоне. Снизилось в годовое выражение, друзья, на 3,3%, с 1,2% в месячном, там, спад на 1,7%. Я до этого говорил о том, что экономика Германии уже в состоянии технической рецессии. Увидим то, что и еврозону ждут похожие времена в целом. Соответственно, еще один блок слабых отчетов по одному из ведущих развитых рынков мира это еще один дополнительный тревожный звонок, указывающий на то, что не все радужным образом складывается с точки зрения темпов мирового экономического нароста. Что касается ситуации, связанной с голосованием в Палате общин, как она влияет на нефтянку. На самом деле, друзья, если сегодня действительно все пойдет в плане развития событий по негативному сценарию и сделку не одобрят, я повторяю, что лично по моему субъективному мнению это самый вероятный сценарий. Это может стать причиной временных локальных распродаж и нефтянки, потому что те трейдеры, которые спекулируют нефтью, тут же задумываются о том, каким последствиями это приведет для английской экономики. Мы в двух словах уже сказали, что экономика Англии окажется в состоянии серьезнейшего затяжного экономического кризиса. И если на рынке, безусловно, есть вероятность реализации такого экономического форс-мажора, это снова создает угрозу будущего спроса на углеводороды, потому что инцидент экономический в Англии, он обязательно приведет по принципу цепной реакции к распродажам на прочих площадках и отразится, возможно, дополнительным давлением на общем показателе роста мировой экономики. Англия – это тоже одно из основных звень вот этой общей цепочки. Но это не значит то, что нефть сегодня нужно тотально продавать и рассчитывать на то, что бренд уйдет там ниже 57-56 и будет претендовать на движение к уровням прошлогодней давности. Нет, я не отказываюсь, друзья, о том, что в приоритете по-прежнему отсутствуют как кассочные покупки. И считаю то, что в случае, если сегодня котировки нефти окажутся под давлением, можно будет это снижение использовать для покупок по более выгодным уровням, потому что уже завтра мы переключимся на статистику по США и завтра мы переключимся на отчет по запасам нефти в Штатах. Собственно, потенциальный слабый доллар и еще на неделе снижение запасов нефти в США может оказать уже поддержку нефти. Не забывайте, что как раз в прошлую среду мы на отчете по запасам, когда запасы снизились на 1,7 миллиона, продавили вот сопротивление 60 долларов за баррель и оказались выше. И я, собственно, повторяю, друзья, то, что сейчас с сезонных факторов есть высокая вероятность своего рода цикла каких-то вот недельных релизов по снижению запасов, которые мы будем получать дальше. И это может оказать поддержку для нашей косрочной идеи. Поэтому по нефти приоритете остается бай. Собственно, для тех, кто еще не открывал позиции длинные, можно попробовать финансироваться на уровень байлимит с отметки 59 ровно. Сейчас котировки в районе 59-60 долларов, собственно, за баррель. Рубль 6707, как мы ожидали, российская валюта оказалась под давлением, но основная причина вчерашней слабости рубля, конечно же, это снижение котировок нефти. Сегодня напоминаю, что возобновляется о покупке валюты российскими денежными властями. Я думаю, что это еще один фактор потенциальной девальвации рубля, который останет долгоиграющим. Соответственно, мы ориентируемся на то, что рубль будет слабеть и дальше, потому что, на мой взгляд, уровнем магнитом для российского валютного актива сейчас являются более-менее справедливые отметки в районе 68-69. Это как раз те значения, куда рубль будет стремиться дальше. Европейская валюта против доллара 1.1480 сейчас котировки, очередная серия очень слабых провальных отчетов, которые мы анализировали вчера. Это промышленное производство еврозоны в годовом и в месячном выражении, друзья, спад минус 3,3% в годовом, повторюсь, в месячном минус 1,7%. Показатели промышленного производства еврозоны и не только еврозоны для Германии тоже это абсолютно справедливо. Это главный индикатор состояния экономического роста. Поэтому, в виде таких цифров, друзья, мы, конечно же, можем со 100% вероятностью говорить о том, что темпы экономического роста еврозоны очень сильно просядут. По Германии я ожидаю, что 4 квартал 2018 года станет вторым кварталом собственно снижения темпов экономического роста подряд. По моему мнению, мы рискуем увидеть показатели экономического роста Германии минус минус 0,1%. Друзья, это не что иное, как та самая прогнозируемая техническая рецессия. Это снова еще один акцент на слабые данные, на то, что происходит в рамках экономики валютного блока, чтобы вы, друзья, понимали. Этот инструмент сохраняет колоссальный долгосрочный потенциал слабости, потому что все вот эти слабые отчеты, они незамеченными не пройдут для Европейского Центрального Банка. Мандатом Европейского Центрального Банка является поддержение стабильного экономического роста, обеспечение целевого показателя по инфляции. И в первом, во втором, сейчас в явном проигрыше Европейский Центральный Банк не достает до целевых, не дотягивает до целевых ориентиров. Поэтому вопрос традиционный в студию, который я задаю из месяца в месяц, он реторически не требует ответа, ну, небольшого размышления, может быть требует. Как вы думаете, осмелится ли Европейский Центральный Банк с учетом того, что сейчас происходит, еще и повышать процентные ставки? Это основной ответ на вопрос, друзья, почему я традиционно рассматриваю евро в качестве инструмента аутсайдера для долгосрочных позиций. Если вы откроете позиции и поставите в качестве целевого ориентира уровень 1.09-1.10, я бы поприветствовал такую торговую активность, потому что считаю, что европейская реально сможет добраться до этих значений. Доллар-иена специально я пока что обхожу стороной британцев, просто хочу закончить сегодняшний брифинг, чтобы у вас по горячим следам осталось в порядке воспоминаний именно то, что нужно сегодня знать и использовать в качестве информации для того, чтобы отторговать и открывать или не позиции. Доллар-иена 108.70 сейчас котировки, хотя неделю мы открыли собственно на минорной ноте, напоминаю то, что доллар против иены провалился до уровня 108. Я надеюсь, что, друзья, вы помните, почему мы забросили доллар в плане покупок, поставили на то, что его лучше сейчас, если и торговать, только с точки зрения снижения. Фундаментальная картина, она очевидно указывает на то, что доллар также аутсайдер. Это и последние протоколы заседания американского регулятора, подтвердившие намерение того, что теперь ФРС не будет торопиться с ужесточением монетарной политики. Мы понимаем то, что участники рынка уже с меньшей уверенностью поглядывают на будущие перспективы американской экономики. Это все читается Федрезервом. ФРС сам прекрасно понимает, что американская экономика потеряла тот мощнейший импульс роста, который наблюдался в 2018 году. Единственное, что может исправить картину, это компромисс торговый с Китаем. Пока что до него очень далеко, как минимум, наверное, до марта точно переговоры будут продолжаться. И у нас нет сейчас возможности попытаться странслировать вот этот позитив в моменте, дисконтировать его стоимость доллара и поверить то, что курс вырастет. Очень много воды еще утечет до марта. Друзья, пока что я не реагирую на любые всплески интереса, появляющиеся на рынке в отношении доллара. Я держу короткие позиции по американцу и надеюсь, что вы в принципе разделяете такую же позицию. Для тех, кто хочет поспекулировать, ранее не торговал долларом и иеной, либо для тех, кто уже торговал, но смог собственно заработать, либо закрыть позицию с убытком, я вижу хороший уровень продажи. с учетом сегодняшнего роста волатильности это селлимит с уровня 108.90. Друзья, не забывать, что помимо протоколов, помимо риторики Федрезерва и ожидания того, что американский регулятор все-таки не будет торопиться с ужесточением политики дальше, у нас еще очень актуальная тема шатдауна, очередной очередной попытка оппозиционеров, ну скажем так, не оппозиционеров, это демократы, это все-таки тоже партия власти в Штатах убедить Трампа хотя бы временно восстановить работу в госучреждении ничему не привело. Трамп парировал все-таки это предложение тем, что ему нужно сейчас его интересует только решение проблемы, а не ее отсрочка. Ну, согласитесь, трудно придраться к такого рода комментариям, Трамп наверное знает, что делает, но в итоге сейчас у нас самый затяжной шатдаун за всю историю существования государственных учреждений собственно США. А причина этого конфликта по-прежнему кроется в отсутствии солидарной позиции относительно выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой. Кто-то считает, что шатдаун затянется на очень длительный период времени, как минимум сейчас мы лишь констатируем то, что пока что нету каких-то положительных ожиданий, потому что он завершится в ближайшие дни. Действительно, республиканцы и демократы очевидно не идут на компромисс. Может быть, только если спустя какое-то время демократы согласятся все-таки включить в бюджет расходы на строительство мексиканской стены, там сумма по-моему около 4 миллиардов долларов, тогда позиция Трампа потеплеет и шаттдаун все-таки будет завершен. В ближайшие дни, я думаю, что в ближайшую неделю вряд ли это случится, поэтому не забывайте, что это у нас еще один фактор, за которым мы американца продаем. Ну, теперь, собственно, британская валюта 1,2893. мы сейчас видим на наших, собственно, в наших платформах, в наших терминалах, британская валюта сохраняется в собой статус одного из самых влатильных инструментов рынка Форекс, оно и понятно, ведь мы на пороге голосования в палате общин, который состоится уже на сегодня. И на текущий момент динамика британца полностью определяется слухами, которые на рынке появляются. вот и вчера, собственно, рост до отметки 1,29 базировался на сообщениях о том, что Европейский Союз готов предоставить гарантии по границе Северной Ирландии относительно вопроса бэкстопа, хотя впоследствии эта информация так и не подтвердилась и трейдеры предпочли не продолжать дальнейший рост, потому что все-таки ничего еще не известно до конца. Единственное, что железобетонно можно сказать с отсылкой на официальные сообщения, которые были сделаны Европейским Союзом, это то, что обсуждалось в СМИ с отсылкой на первые источники, то, что Европейский Союз заявил о том, что соглашение, которое ранее было достигнуто и согласовано, опять вот вынужденно я прибегну к тавтологии, согласовано с ТРЗМ еще в ноябре, это соглашение останется неизменным, никаких дополнительных пунктов в него включено не будет. Это, опять же, к вопросу о том, что ТРЗМ, помните, очень пыталась внести определенные правки в этот документ, но позиция Европейского Союза осталась непреклонной. Стоит отметить то, что ТРЗМ продолжает по-прежнему сталкиваться с серьезным внутриполитическим давлением, все ее попытки убедить скептиков, оппозиционеров в том, что нужно принять условия выхода Англии из Европейского Союза, предложенные Брюсселем, пока что не венчались успеха, но, наверное, пока что уже неверное слово, все уже, поезд ушел, времени нету, поддержки у ТРЗМ соответственно нету. Больше она переносить голосование не стала, потому что понимает, что, в целом, наверное, выиграв время, она не сможет убедить и однопартийцев, которые, не согласны с ее позицией, не сможет убедить и либаристов в том, чтобы ее поддержать, потому что эта сделка, согласованная с Европейским Союзом, для них является критической. Они считают, что если ее сейчас одобрить, то это будет самое настоящее пренебрежение интересами государственной национальной безопасности. Ну, трудно с этим согласиться, так же, как и не согласиться, видимо, политикам в данном ключе виднее, но в итоге мы, друзья, работаем с тем, с чем работаем. На текущий момент мы абсолютно точно можем сказать, что все либаристы, подавляющим большинством, сегодня будут голосовать против соглашения о Брэкзите, то есть эта сделка не пройдет. Поэтому Тереза Мэй на пороге серьезного фиаско, который она потерпит, между прочим, участники рынка серьезно допускают, что в случае непрохождения этой сделки в Палате общин Англии в отношении Терезы Мэй снова может быть инициирован очередной вотом недоверия. Но я сразу хочу отметить, что юридических каких-то юридической правомерности в этом совершенно нету, потому что, как мы помним, в конце прошлого года Тереза Мэй во время ввода недоверия доказала легитимность своей власти. Но уверен, друзья, что в случае, если дело пойдет по сценарию развития жесткого Брэкзита, вряд ли Тереза Мэй сможет сохранить за собой премьерское крест. Это было бы очень странно, потому что фактически именно она будет ассоциироваться с тем, что экономика Англии оказалась в состоянии полномасштабного нового финансово-экономического кризиса. На фоне всех этих рисков, которых, на мой взгляд, достаточно, я все-таки рекомендовал бы, друзья, рассматривать фонд только с точки зрения продаж. Например, очень неплохим уровнем и точкой входа в случае развития нисходящей динамики может стать отложка со стоп с уровнем 28,60. Вот как раз к этому уровню сегодня стоит присмотреться в расчете на то, что сделка провалится, парламент ее не одобрит и британская валюта на общем негативе пойдет вниз. Друзья, на этом, собственно, все. Хочу пожелать вам удачи в рамках крайне непростой сегодняшней торговой сессии. Не забывайте, что всплеск волатильности это серьезные риски, к ним нужно быть готовыми заранее, поэтому контролируйте загрузку вашего депозита. Если все-таки вы не относите себя к категории трейдеров, готовых рисковать всем, что есть, конечно же, пользуйтесь довольно консервативными стопами, потому что они нужны. В противном случае вы просто можете не успеть пофиксить результаты той или иной сделки на очень резких движениях, которые сегодня, но фактически неизбежны. Сегодня день обещает быть крайне насыщенным на движение британца. Завтра мы, безусловно, об этом поговорим, но я надеюсь, что завтра у нас будет возможность с вами начать брифинг с констатации факта, что мы заработали на снижение курса британского валютного инструмента. Друзья, на этом, собственно, всем. Хорошей вам прибыльной торговой сессии. До завтра. Всего доброго. До свидания.